Вылетает он и штрафной СОС, а? Вот СОС, он тоже, конечно, неугомотный парень у хорватов. Что творит сегодня? Ещё один заброс! Опасно! Он лишён свои ворота! Да что ж такое? Всю игру ходим пешком. За всю игру ни одного опасного момента. Ну, откуда они возьмутся, если всю игру стоять в своей штрафной, обороняться? Да, а потом забить самим себе. Отлично, классно, как всегда. Никогда такого не было, и вот опять. 26 лет меня нах**бует от нашей сборной по футболу, а? Нет, ну, ну раньше ещё ладно, были успехи, пробивались финалы, но сейчас, блядь, что-нибудь чемпионат, это п***ец какой-то. Четыре года ждёшь! Четыре года! И что? В клубах ситуация ещё хуже. На международном уровне они побеждают крайне редко. И хотя всем давно понятно, российскому футболу нужны реформы, ничего не происходит. Знаете почему? Всеми клубами управляет путинская элита, которой они нужны не для развития футбола в стране, а для статуса. Это такое украшение. И какое ведь удобное! Деньги на клубы элиты тратят не свои, а бюджетные. Причём очень большие. Как именно это устроено, мы разберём чуть позже, на примере клуба Сочи. А пока давайте оценим масштаб участия государства в российском футболе. Это только кажется, что в премьер-лиге соревнуются команды, принадлежащие разным людям. На деле же владелец у них фактически один – государство. Из 16 клубов частыми в премьер-лиге остаются всего 3, а 13 так или иначе связаны с государством, принадлежат госкомпаниям и властям напрямую или получают от них деньги. Вот футбольный клуб «Ахмат». А вот самый главный его болельщик – Рамзан Кадыров, который иногда берёт на себя обязанности комментатора. Клуб напрямую принадлежит администрации Чеченской республики. Вот, казалось бы, частный клуб «Арсенал». А вот главный его болельщик – тульский губернатор и бывший охранник Путина Алексей Дюмин. Губернатор всегда в вашей команде. По его просьбе команду спонсировали «Ростех» и «Роснефть». А просто из уважения к губернатору лично Алиша Русманова. Не выстрелы ЦСКА, который долгое время оставался частным, а сейчас перешёл во владение госкорпорацией «ВЭБ». Ну и, конечно, без важных болельщиков не остались и самые крупные клубы. «Зенит» – любимая игрушка Алексея Миллера, главы «Газпрома», который не пропускает почти ни одного матча. Последние два года «Зенит» побеждает в чемпионате России, но стабильно проваливается в Еврокубках. «Локомотив» в детящей РЖД тоже постоянно играет в Еврокубках, и, как и все российские клубы, успехами там не блещет. Другой известный клуб «Динамо» принадлежит банку ВТБ. В трёх этих клубах скамейку запасных полировал удивительный игрок. Он кочует из одного клуба в другой, но ни в одном из них толком не играет. Как будто приходит для других целей. Это Борис Борисович Ротенберг, сын одного из братьев Ротенбергов, миллиардеров, сделавших своё состояние благодаря дружбе с Владимиром Путиным. На примере одного только горе-футболиста несложно понять, как на самом деле устроен подбор игроков в отечественном футболе. В середине 2000-х «Зенит» был куплен «Газпромом» и в клуб быстро попал Ротенберг-младший. За основной состав, правда, ни разу не сыграл. Затем он перешёл в московское «Динамо» и снова непонятно зачем. Ротенберг проводит время на скамейке запасных или в аренде. Происходящий тогда в «Динамо» фантастический пример неэффективности. Клуб получал деньги от государственного банка ВВТБ, но руководил им отец нашего незадачливого игрока – Борис Романович Ротенберг. Помогал ему его давний знакомый Гурам Аджоев. Вместе они принялись приглашать звёзд отечественного футбола, не особо заботясь о балансе расходов и доходов. В итоге УЕФА наказал их за нарушение финансового фейерплей и отстранил это участие в Еврокубках. Ротенберги ушли из клуба, а «Динамо» впервые в своей истории вылетело из премьер-лиги. Можно было бы подумать, что карьера уже немолодого защитника Бориса Ротенберга на этом закончится. Но нет, он тут же пересел на скамейку другого российского топ-клуба. Опять же государственного локомотива. Здесь он числится по сей день, но последние два года не играет. Президент РЖД Олег Белозёров – человек, хорошо знакомый с семьей Ротенбергов. Оставив сына в надежных руках, Ротенберг-старший занялся и другими проектами. И чтобы о них рассказать, мы переместимся на берег Черного моря. Именно здесь, в Сочи, в 2014 году прошла сверхзатратная Олимпиада, вложиться в которую пришлось многим российским олигархам и госкомпаниям. Олимпиада прошла, а играть на новом стадионе Фишт было попросту некому. В городе не нашлось ни одного футбольного клуба, которому была бы по карману арена стоимостью почти 30 миллиардов рублей. Ротенберги тут как тут. Они стали владельцами никому не нужного петербургского «Динамо». Перенавали его в Сочи и перевезли в этот курортный город. Уже в 2019 году клуб впервые в своей истории вышел в премьер-лигу. Возникла другая проблема. Опытных игроков уровня премьер-лиги просто не было. И государство в лице «Газпрома» опять решило помочь спортивным увлечениям Ротенберга. В первый же сезон с берегов Невы на побережье Черного моря перебрали сразу девять игроков «Зенита». Год спустя еще двое. Тренером Сочи стал Владимир Федотов, который ранее руководил Оренбургом. Клубом, финансируемым «Газпромом». Руководство Сочи, впрочем, связь с «Газпромом» всегда отрицало. И напрасно. В нашем распоряжении оказалась финансовая документация Сочи. Из нее мы выяснили самое главное. Увлечение Ротенберга футболом фактически оплачиваем мы с вами. Клуб финансирует государственные компании. И сейчас мы с вами покажем, как это устроено. Формально у Сочи как бы нет генерального спонсора. Да и вообще, кроме технического спонсора, компании Puma на форме игроков до недавнего времени был указан лишь один логотип – SMP Racing – гоночная команда Бориса Ротенберга. Доходило до смешного, что в графе «спонсор» не было совсем пусто. На сайте клуба указали компанию «Фрахтавия», который сам клуб в 2020 году выплатил больше 40 миллионов рублей за перелеты игроков. А получил от нее всего лишь 1 миллион. Реальным же спонсором все это время был тот самый «Газпром». «Газпрома» дает пас «Газпрома автоматизации». Игрок команды «Газпрома» блестяще ведет игру. Пас на «Энергопром» – 2 миллиарда уже почти у Сочи. Запрещенный прием, но пока это только желтая карточка. «Энергопром» остается в игре, но игрок осторожно обходит санкции. Ведет 2 миллиарда целых, 2 миллиарда уже в пути. Какая напряженная игра. И вот они, деньги почти в команде Сочи. Еще немного и да, деньги у Сочи. Это победа, это уверенная победа команды «Ротенберг». Объясняем. В 2020 году Сочи получил от компании «Энергопром» почти 2 миллиарда рублей. Значительную часть своего бюджета. «Энергопром» мы смело можем назвать фирмой-прокладкой. В 2020 году она уже не вела никакой деятельности, а сейчас она и вовсе находится в стадии ликвидации. Понять, кто же был реальным источником предназначенных для Сочи денег, нетрудно. «Энергопром» поставлял оборудование «Газпром-автоматизации». Учредил ее некий Олег Давыдов, человек под документом с «Газпром-автоматизацией» аффилированный. Более того, мы видим, что деньги для «Сочи» «Энергопрома» отправляли компании, которые являлись акционерами «Газпром-автоматизации». Почему «Газпром», скрывая свою поддержку Сочи, понять нетрудно. По регламенту один и тот же инвестор не вправе финансировать команды из одной лиги, ну, например, «Зениты Сочи». Это может привести к санкциям, вплоть до отстранения от участия в Еврокубках и отправки в нижний дивизион. Правда, пока и безо всяких санкций российские клубы в Европе не блещут. В октябре Россия опустилась на 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА. А в скором времени может так случиться, что ни один российский клуб не будет попадать в главный европейский клубный турнир – Лигу Чемпионов. Пока команды служат развлечением олигархов и щедро оплачиваются из госбюджета, надежды на победы остается не так уж много.